В некоторых, опять же, условиях новые синусы возникают. Соответственно, исследования нейрофизиолога, вот в частности исследования той группы из Лозанны, они в том числе посвящены этому. Если вот их фильм посмотреть, там, на Ютубе, там, по-моему, час свишен, они рассказывают о тех механизмах, которые они открыли в деятельности мозга, и часть там посвящена в том числе и процессам, связанным с прудингом. Вот. Значит, если... Поэтому, конечно, когда мы создадим такую модель, то она должна будет в себе эти элементы тоже содержать, да, то есть, которые будут обеспечивать там нарушение и возникновение новых семантических связей, да, для того, чтобы эта модель была полностью биологически достоверной. Это, безусловно, важный элемент. Вот. А вторая часть вопроса в отношении модели потребного будущего, в общем, это одна сейчас из таких действительно важных теорий, да, там, по поводу деятельности мозга, да, потому что, как бы, наш мозг, вот, он основан на вот этих механизмах потребного будущего, у нее есть некоторые альтернативы, вот, значит, но, тем не менее, сейчас вот эта модель находится в стадии проверки. То есть, с ней активно экспериментируют именно вот образы конкретного будущего, как это выражается там в коррелянтах конкретных, вот, и пытаются вот эти механизмы, значит, либо те утверждения, которые были авторами этой концепции, выдвинуты либо проверить, ну, либо подтвердить, либо опровергнуть в ходе эксперимента, в основном связанных с изучением коррелятов. Я думаю, что в ближайшие годы мы, опять же, здесь узнаем, правы ли авторы этой концепции или нет, и, соответственно, это повлияет на, ну, там, будущее инженерирует таких моделей. Спасибо большое всем за вопросы, спасибо всем, и нужно выбрать еще автора. Давайте вот, наверное, девушку, которая про аппаратную основу спросила, про квантовую машину. Все, всем спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. И сейчас у нас будет крипто-пати. Ну, расходитесь. Еще хотелось сказать, что нашему проекту, Ликторию Сетап, требуются всегда энтузиасты, волонтеры, поэтому, если вам интересно, то нас интересует все, мы всех всему научим. В особенности нужны дизайнеры, монтажеры, фотографы. Ну, и вообще те, кто дружит с социальными сетями. Ну, смотрите, я сейчас скажу, как его найти. Вы просто поезжаете на друг друга? Сейчас традиционная будет крипто-патия. Если всем, кто интересен, как обеспечить собственную приватность, сохранить собственную приватность в сети, и вовсе не научиться использовать базовые крипто-патические инструменты, то добро пожаловать на крипто-пати, которая сейчас, через 5 минут, начнется. Это вообще теоретическая, второвольная техническая мероприятия, на котором, если у вас есть крипто-устройство, то вы можете установить эти крипто-патические инструменты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.